Али Абатаеву 23 года и он находится в местах не столь отдаленных. Алкоголь и наркотики, разбой и воровство были в его жизни сопутствующим фактором, при том, что он придерживался деструктивного течения салафизм. Сейчас Али осужден по статье 256 части 2, сроком на 7 лет. Статья 256 это терроризм, экстремизм, распространение видеороликов в соцсети. Видеоролики, были призывы на войну, были всякие видео с насильственными действиями, отрубания головы, рук. До салафизма Али не практиковал никакую религию, а в 16 лет с приходом салафизма в его жизнь всю информацию искал в интернете. Вот в 16 году дядя наставление делал, чтобы я пришел в религию, чтобы совершал намаз. Пацаны, они говорили по-чеченски, а ты намаз делаешь? Они говорили, нет. Они мне говорили, ты что, побойся туда-сюда, вот так. Просматривал видеоролики в ютубе, Мухаммада Аль-Люхайдана там слушал, вот так и попал. После вступления в деструктивное течение его жизнь состояла из разбоев, воровства, употребления наркотиков и экстремистских призывов на войну в социальных сетях. Последствия плохие оказаться там, драки в той же там, еще что-нибудь. Да, ну телефон я не прям так отжимал прям постоянно, так было, я говорю. В школе-то уж деньги забирали там, еще что-то. Руки чесались там, не понравилось, что-то словесно он там мне сказал, например, поругались в той же школе там. Все, подрался с ним, по-любому что-то, ну, забрал, короче. И пил, и употреблял, троммодол, тропикамид употреблял. Барыги приехал, взял, все. Металлом, да, занимался, вытаскивал с территории, перепродавал. До нового увлечения Абатаев учился на автомеханика, но когда вступил в ряды салафизма, решил, что учеба ему не пригодится. Втором курсе отчислил, ну, не посещал. Ну, не было желания учиться там, но до этого работал в Екатеринбурге, по России ездил, просто телеком. Семья Али переживает за него, и у молодого человека даже есть жена, которая его ждет. Ну, отец до сих пор переживает, орет постоянно, братья тоже орут. Ну, старший, родной. Жена тоже недовольна. Ну, ждет, конечно. Эта вещала она будет ждать. Да, по религии. Я это ей как-то, ну, не давал ей эти знания, не вталкивал ей в воду. Абатаев отсидел всего полгода, и после того, когда понял, где он находится, он осознал, что все это было неправильным. Насчет религии, чтобы не шли по пути там, ну, ваххабизма, терроризма, экстремизма, не губили сами себя, родных своих, близких. Забудшие это люди. Я вот заблудился и поэтому попал сюда. Ну, вот за это время, которое я нахожусь в заключении, я осознал, понял, что я шел не по правильному течению, что такого нельзя делать. И советую всей молодежи, чтобы такого не повторяли, такой ошибки, как у меня. Срок 7 лет тоже немало. Конечно, сожалею о содеянии. Такого не должно повторяться. Это неправильное течение. Ну, ничего, ошибки бывают. Субтитры создавал DimaTorzok